Бионические протезы нового поколения – проект, над которым уже несколько лет ученые Дальневосточного федерального университета работают совместно с компанией Моторика и Центром нейробиологии Скалтех. Эта разработка позволит пациентам не просто управлять протезом, но и чувствовать им. Первые наброски проекта появились на студенческом хакатоне несколько лет назад. Буквально за неделю была создана первая модель, тогда еще перчатка для протеза. Она была оснащена датчиками и подавала сигналы в движениях с помощью вибраций. Заметил я то, что когда я ставлю людям с ампутированными конечными электродами на периферические нервы, что они описывают ощущения вне существующей конечности. В связи с этим эта идея долго сидела в голове, и когда появилась возможность ее кому-то предложить на реализацию, мы ее предложили, и очень активно к этому подключилась компания Моторек. В рамках проекта ведется работа по очувствлению протезов рук и ног. Уже сейчас есть ощутимые результаты. К примеру, пациенты с протезами ног могут ощущать рельеф под ногами и различать его очертания. Но помимо очувствления, разработка решает и другую проблему, с которой сталкиваются люди после ампутации конечностей. За счет имплантации электродов ученым удалось купировать фантомные боли. Если, например, у человека болит зуб или живот, прием обезболивающий препарат, эту боль убирает. Фантомную боль классическими обезболивающими убрать в значительную часть случаев не удается. Назначаются более сильнодействующие препараты, хронического приема, и даже они не всегда справляются. Хирургическая тактика лечения фантомных болевых синдромов, она существует, но, к сожалению, опять-таки 100% гарантии она не дает. Компания «Моторика» в проекте отвечает за технические решения, протезы и датчики. Скалтех – за нейрофизиологическую сторону вопроса. Ну а Дальневосточный федеральный университет специализируется на медицинской части разработки. Он также является площадкой, где проект обретает практическую реализацию. Сама разработка ведется в рамках программы «Приоритет-2030». В планах на ближайшее будущее – проведение следующего этапа исследования. В идеале уже в этом году ученые планируют разработать собственные стимуляторы для протезов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.